Ола Амигос, на связи Матвей, и вот прошло около одной недели спустя выхода третьей главы Фортнайта. И сегодня в этом видео я предлагаю отложить все эмоции в сторону и конструктивно по фактам разобрать это глобальное обновление игры. Выявить как и преимущества этого сезона перед другими, так и его очевидные недостатки. Ну и как итог в конце выяснить, является ли новая глава Фортнайта второй жизнью игры или это очередной скоротечный хайп. Прошу заметить, что в этом видео я не буду затрагивать нововведения в игре по типу новых предметов, скинов, БП и так далее. Я затрону только тему геймплея, сюжета и преподнесения этого сезона в целом. Короче, такого ты еще точно нигде не слышал, поэтому не переключайся. Ну и перед тем, как мы начнем, бро, хочу обратиться лично к тебе. Если ты так же, как и я, играешь в Фортнайт и наслаждаешься этой игрой, то обязательно оформляй подписку. На моем канале собраны только истинные ценители Фортнайта. Ну и также не забывайте, что лучшая поддержка меня это мой тег авторомотивкар в вашем ежедневном магазине Фортнайт. Смело водите и покупайте новый боевой пропуск исключительно с ним. А еще вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик, поэтому спам разрешен. Надеюсь, вы меня поняли и теперь давайте наконец-таки приступим к сегодняшней теме. Начнем с очевидного плюса этой главы, а именно то, что она вышла максимально неожиданно. Если выход второй главы мы еще могли предугадать благодаря навязчивому названию десятого сезона, а именно Фортнайт сезона Икс, то выход третьей главы вообще никто предугадать не мог, пока что эпики сами это не анонсировали. Поэтому эффект неожиданности сыграл главную роль в выходе третьей главы. Второй большой плюс, который я могу отметить в третьей главе Фортнайта, это ее большая связка с предыдущей главой Фортнайта. Понимаете, дело в том, что когда вышла вторая глава Фортнайта, то она никак абсолютно не была связана с первой. Ну то есть на ивенте тупо просто исчезла предыдущая карта и каким-то непонятным образом у нас появилась вторая, которая ни по сюжету вообще никак не связана с первой. Я и сейчас не особо вникаю в сюжет Фортнайта, но основываясь на том, что я видел на ивенте, в принципе все логично. И возможно еще в следующих сезонах мы увидим какую-то связку с предыдущей главой. Третий плюс новой главы, это конечно же то, что она вышла достаточно быстро. Нам пришлось ждать новую главу с момента ее анонса всего лишь одну ночь. А насколько вы должны помнить, то вторую главу мы ждали аж целых несколько дней. Ну и в принципе мы оценили все аспекты в качестве выхода третьей главы, где 4 из 4 оказались положительными моментами. И сейчас я предлагаю оценить обновленный геймплей и как он поменялся. В целом, как и вторая глава, третья тоже принесла нам много новых механик. Во второй главе это, например, была система плавания, а здесь это скольжение по гладким поверхностям. В принципе я могу это назвать положительным моментом, так как он хоть как-то разнообразит игру. Лично мне за 3 года игры Фортнайт уже немного надоела система строительства в игре. И мне бы хотелось какого-то разнообразия в игре, чтобы для того, чтобы тебе выиграть, тебе не приходилось ни строиться, ни редактировать. И в этом сезоне это частично осуществили. Но в принципе я не понимаю, что мешает Эпи Гейм сделать такие нововведения в геймплее каждый сезон. Поэтому в этом моменте я однозначно ставлю плюс за то, что хоть что-то добавили, и минус за то, что добавляют так мало. Второй момент это игровая карта. Изменение игровой карты, я думаю, самое главное изменение, которое влияет абсолютно на все аспекты игры. Например, могу поставить однозначно плюс за то, что сделали такой интерактивный. То есть, например, в каждой локации есть много точек, с которыми ты можешь взаимодействовать при борьбе с противником. Да и вообще большое разнообразие ландшафта. Очень рад, что у нас теперь так же, как и в первой главе, есть хорошее разнообразие биомов. Во второй главе было все максимально примитивно. То есть, были горы и равнины. Все, на этом больше биомов там не было. А здесь тебе и горы, и равнины, и пустыни, и моря, и реки, и даже пока что еще есть и зимний биом. Не знаю, как для вас, но лично для меня разнообразие строения карты в игре играет очень важную роль. То же самое могу сказать и про локации. Потому что добавили как и много новых локаций, которые очень крутые, так и вернули много старых легендарных локаций. Очень хорошо, что таким образом Epic Games как и двигается вперед к новому, так и не забывает про хорошее старое. Лично мне, как достаточно олдовому игроку Fortnite, очень приятно вновь на карте видеть брошенные башни. Уверен, вам тоже. Второй аспект в новой главе, который достоин нашего внимания, это, конечно же, обновленный список оружия. Вот я уверен, что за две главы уже всем надоели стандартное оружие. Как бы да, насколько вы должны помнить, то в шестнадцатом сезоне Epic Games уже пытались обновить список оружия, но успехом это особо мне обвенчалось. Дело в том, что нам в игре нужны новые нормальные пушки, которые имеют свои аналоги в реальной жизни. И именно это Epic и реализовали в третьей главе. Появилось много новых пушек, за которых чисто эстетически приятно играть. Особенно новый автомат с коллиматорным прицелом, с которым можно играть от первого лица. Вот я не понимаю, почему так нельзя было сделать с самого начала. Ведь игроки вовсе не требуют геймплей Фортнайта от первого лица. Достаточно хотя бы просто, кроме снайперских финтовок, сделать такие оружия, с помощью которых можно было прицеливаться от первого лица. И в этом плане новая глава однозначно получает огромный плюс. Я бы затронул еще один такой момент в игре, как погодные условия, которые теперь будут появляться периодически на карте. Более того, они будут являться не только графическими изменениями в игре, но также непосредственно влиять на сам геймплей. Например, ударившая по вам молния будет наносить урон, а торнадо будет разносить все постройки, которые лежат на его пути. Но, к сожалению, эта механика пока что себя в игре не проявила, поэтому ничего по этому поводу говорить не буду. Однако, в любом случае, авансом можно поставить плюс. Также отдельное внимание заслуживает возвращение квадролома в королевскую битву. Это очень крутой транспорт, с помощью которого вы можете просто летать по всей карте. Это, естественно, повышает мувмент игры и, соответственно, делает ее более интересной. Например, вы должны помнить, что когда началась вторая глава, то в игре из транспорта была только одна лишь лодка. При этом не было ни рифтов, ни джампадов, ни подкатов. В общем, играть было очень долго и скучно. А сейчас третья глава на начале себя показала очень динамичной игрой. И этот факт именно то, что мне и нужно от Фортнайта, поэтому здесь тоже однозначно ставлю лайк. Итого, получается, что в третьей главе Фортнайта в большинстве одни преимущества. Выходит, что обновление-то все же годное, и поиграть в Фортнайт сейчас вам точно стоит. А если вы, кстати, по каким-то причинам до сих пор не играли в третью главу Фортнайта и не можете это сделать в связи с старым ПК или консолей, то можете смело писать в личные сообщения нашей группы канала ВКонтакте. Ссылка в описании. Мы раздаем ИПК третьей главы Фортнайта 60 фпс без лагов, которые можно скачать абсолютно на все андроид-смартфоны. Поэтому пиши, говори, какой у тебя девайс и проси АПК. Всем обязательно выдадим. Ладно, это было немного лирическое отступление, но я вообще хотел сделать следующий вывод. Что большинство преимуществ, которые заслуживает третья глава Фортнайта, появились в связи с тем, что до этого в Фортнайте были самые минимальные обновления. То есть 18-17 сезона не было практически никаких новых карт, новых оружий. В общем, игра просто всем надоедала. И тут Эпигеймс такие опана. Вот вам новая обновленная, при этом интересная карта для игры. Новое оружие, за которое приятно играть. Транспорт, различные предметы и все в таком духе. Короче, успех третьей главы Фортнайта завязан только на предыдущих неудачах этой игры. Поэтому искренне надеюсь, что Эпигеймс продолжит работать в таком духе и в третьей главе нас не будут ждать такие же застои, как и во второй. Надеюсь, вы меня поняли. Ну и на этом у меня пока что для вас это все. Огромное спасибо за просмотр и если это видео было тебе интересно, то обязательно ставь лайк для его продвижения. Пиши в комментариях, какие признаки третьей главы Фортнайта зацепили именно тебя. Было бы интересно об этом узнать. Может я сказал в этом видео что-то не так или забыл что-то добавить, не знаю. Ну а также если именно ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово глава. Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и конечно же все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну и в скором времени ждите новое видео на канале про третью главу Фортнайта именно на телефоне. Уверен, вам зайдет. Ну и по традиции с вами как всегда был Матвей. Hasta luego.